Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем! Сегодняшний подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам моложе 18 лет. Из Мелитополя во Львов я перебрался, в трущобах Сыхова в ночи обосновался, придет денек, приезжий паренек, поет народ и целый городок, подкастами, рецендиями, лекциями подорвет Тоботек Синг. Тоботек Синг. Вы только что прослушали отрывок из нового сингла популярного украинского рэп-исполнителя Станислава Стаса. И вы можете спросить, откуда же такой чудесный, эксклюзивный рэпчик в подкасте Киноведы? К чему это вообще? Ребята, все просто. Сегодня я собираюсь рассказать вам о полуавтобиографической рэп-драме 2020 года. Фильм называется «Могул Маугли». В переводе на нашинский «Откуда ты родом». «Откуда ты родом» – фильм, который мне очень и очень понравился. И я не смог удержаться от того, чтобы, подобно главному герою, не прочитать исповедальный рэп. Итак, «Откуда ты родом» – галлюцинаторное медицинское кино о трудностях самоидентификации. За этот фильм ответственность несет не только, но о нем поговорим в первую очередь, американский режиссер и сценарист, это важно, пакистанского происхождения, Басам Тарик. Фильмы Тарика я прежде никогда не смотрел, но знаю, что он в первую очередь известен как замечательный документалист. У него в послужном списке такие фильмы, как «Птицы без неба» и «Призраки Шугарленда». Так вот, «Откуда ты родом» – создан в тесном сотрудничестве, соавторстве с популярным ныне английским актером такого же пакистанского происхождения. И зовут его Риз Ахмед. Ахмеда вы точно знаете. Вы можете помнить его по роли антагониста в блокбастере «Веном». Он там, кстати, неплохо сыграл. Еще вы можете помнить Ахмеда по кинокартине, которая во всем родственна «Откуда ты родом». Там тоже музыкант, там тоже медицинская проблема. И фильм этот называется «Звук металла». Ахмед и Тарик сдыбались благодаря американскому фестивалю музыки и кино «South by Southwest». Так, кстати, называется отличный фильм Альфреда Хичкока, запустивший колесо Бандианы. Обязательно посмотрите на север через северо-запад. Так вот, на этом фестивале показывали документальный фильм Тарика «Птицы без неба». Актер Риз Ахмед посмотрел работу режиссера и решил предложить ему концепт новой кинокартины о нью-йоркском рэпере, да-да, пакистанских корней. Рэпере, который сталкивается с непомерными проблемами со здоровьем и мучается, вот мучается до глубин души вопросами происхождения и родственных связей. Эта история оказалась близка и понятна обоим. И Ахмед, и Тарик в силу собственного пакистанского происхождения не понаслышке знали о том, что такое быть своим среди чужих и чужим среди своих. Таким образом, в «Откуда ты родом» затесалось много личного материала, много реальных переживаний и Ахмеда, и Тарика. Хотя и все это конкретно неопределенно. То есть никакой конкретной автобиографической идеи, автобиографического мотива в «Откуда ты родом» нет. Скорее, этот фильм наполнен жизненным опытом и переживаниями режиссера и актера. Это отражение зеркала их жизни и того, что они в ней насмотрелись. Ну и еще Ахмед давным-давно промышляет рэпом. Он пишет треки и выступает на публике. Кстати, все композиции, которые исполняет персонаж Ахмеда в картине, реально сочинены актером. В общем, «Откуда ты родом» — это фильм равноправного дуэта Ахмеда Тарика, объединивших в своем лице функции режиссера, сценариста, продюсера и даже актера. Такое авторское кино на двоих. Мировая премьера «Откуда ты родом» состоялась 21 февраля 2020 года на 70-м Берлинском кинофестивале в так называемой секции «Панорама». Фильм был удостоен видного приза «Фипрасси» — это Международная федерация кинопрессы. То есть фильм наградили призом от кинокритиков и киноведов, посчитавших «Откуда ты родом» высокохудожественным произведением. А это, как вы понимаете, престижно. Такая награда о многом говорит. Британский прокат фильма начался 30 октября. В главной роли, как нетрудно догадаться, Риз Ахмед. Но вместе с ним в фильме снялись еще и такие актеры и актрисы, как Алик Хан, Аняна Вассан и многие другие. «Откуда ты родом» — фильм вроде как жесткий и агрессивный. Но как же иначе? Он же про рэп и рэперов. Однако и в этом вся изюминка. Он исполнен странного лиризма, какой-то надрывной внутренней нежности. Суровые и шальные рэп-будни среднепопулярного американского исполнителя Зеда, его играет Риз Ахмед, мечтающего выйти на новый уровень, наконец-то венчаются успехом. Зеду предлагают совместное концертное турне с крупной звездой жанра. В общем, все, спасибо Аллаху. Уж теперь-то Зед заживет. После тура ему однозначно уготована дорога в рай для рэперов. Правда, радость от этого события омрачается расставанием с девушкой. И еще Зед отправляется в Лондон, чтобы навестить родителей пакистанцев, а там тоже все не ладно. Ну и как вишенка на торте, с ним случается большая беда. Название беды – наследственное аутоиммунное заболевание, неожиданно каким боком проявившееся у Зеда. Тур теперь под большим вопросом. Мышцы тела Зеду отказывают. Ему приходится согласиться на затяжное лечение, подобное, кстати, химиотерапии. Он даже может стать навечно бесплодным. И вот все это – один пласт фильма. Другой же, не менее важный, а может быть и куда более важный, касается постоянных галлюцинаций и раздумий Зеда о собственных корнях. О том, кто он такой, кем является по крови, что он за человек и где его родина. Ну правда, где его родина? Может США? А может Пакистан? А может и то, и другое? А может его дом в самом возвышенном и при этом прямом смысле слова – это рэп-культура? Борясь с болячкой, заново учась ходить, Зед тратит не меньшее количество сил на рефлексию и самоанализ. Все это время Зеда стараются поддерживать его родители-пакистанцы, которые только подливают масло в огонь. Они ему напоминают о Коране, предлагают нетрадиционное лечение, пытаются даже отогнать порчу. Сможет ли Зед выбраться из этого болота, вылечиться и обрести себя? Вот вам главные вопросы, которыми вы будете задаваться во время просмотра. Риз Ахмед, по уверениям многих критиков, исполняет в «Откуда ты родом» свою лучшую роль. Трудно не согласиться, что в этом фильме он блистает, что «Откуда ты родом» – это бенефис Риза Ахмеда. Переживания Зеда, судя по всему, настолько родственны актеру, что он без труда вживается в шкуру многострадального рэпера. Кстати, тут следует добавить, что персонаж Зеда неоднозначен. Это далеко не пай-мальчик, которому хочется сочувствовать и только. Как, наверное, и поголовное большинство других рэперов, Зед страдает от самолюбования и эгоцентризма. Нет, в своем творчестве он предельно искренен. Однако же ведь одним творчеством жизнь человека не ограничивается. Смотрите, Зед стыдится родителей. Он не замечает заботы окружающих о себе. Он даже грубит девушки. И в том-то и заключается сила «Откуда ты родом» – успех актерского исполнения Риза Ахмеда, что мы, зрители, несмотря на многие недостатки его героя, все равно продолжаем соболезновать Зеду и узнавать в его борьбе, в его поисках свою борьбу, свои поиски. Да, критики правы. Болезнь Зеда является не более чем метафорой, визуально выраженным дополнением идеей беспризорничества, безземельности героя. Ирония фильма, то бишь сценарная находка фильма, заключается в том, что рэпер с момента заболевания становится уже не только лишенным корней. Жестоко вырванный из пакистанской почвы в раннем детстве, он все-таки не сумел до конца прижиться на американской земле. Земле, которая обильно поросла сорняками нацизма и скинхедства. Так вот, ирония в том, что с момента заболевания рэпер становится уже не только лишенным корней, теперь еще Зед лишается и собственного тела, власти над ним. Это же правда иронично. Мол, ни земли, ни ног. У Зеда ничего не остается. И спрашивается, как можно в таких условиях находить себе силы бороться с недугом? Спасением для Зеда оказывается рэп, а еще некое полумистическое переживание внутренней истории, встречи с духом, воображаемым пакистанским музыкантом, чье лицо всегда сокрыто букетами цветов. «Люди, внимание, послушайте меня!» Вот так говорит этот дух. «На песке провели черту. Индия и Пакистан, восток и запад, мы и они. Я – порождение этого раздела. Я – это болезнь, которую вскормил и вырастил этот раздел. Я – ТОБА ТЭК СИНК!» Все это, кстати, мне очень близко и понятно, как приезжему во Львов милитопольчанину, о чем я сегодня вам и читал свой рэп. Да и не я один такой. Нас – приезжих, на самом деле, больше, чем коренных. Нас очень и очень много. Сегодняшний мир – это вообще мир приезжих, мир постоянных и вечных иммигрантов. Да, границы настолько размыты, что люди путешествуют из точки А в точку Б со скоростью мысли. Тотальная свобода перемещения приводит к тому, что кочевание по миру становится нормой, а домоседство – ну, таким забавным исключением. Так что «Откуда ты родом» в этом контексте фильм крайне актуальный. И он касается не только приезда пакистанцев в США, конечно же, нет. Он касается любого из нас, кто попадает в среду, которая по той или иной причине, по любой причине, относится враждебно каждому из нас. Могут вас не принимать из-за политики, языка, религии, расы, чего угодно. И это неприятие является главной темой «Откуда ты родом». Главный герой находит себя в рэпе. Искусство освобождает его. И поэтому одни из самых пронзительных эпизодов в картине – это, конечно, зачитка рэпа с Зедом. Вот там Зед уже отводит душу по полной. Там он предельно выражает себя, рассказывая о тех же нацистах и скинхедах, рассказывая о том, что у него нет дома, рассказывая о том, что их убивают или они убивают себя сами. От суицида до убийства. В общем, все это крик души Зеда. И это крик, который понятен, уж точно понятен, большинству зрителей в мире. Мы все так или иначе в чем-то и где-то инородны. Ты можешь прийти в место, где тебе не рады. Или ты можешь жить там, где тебя не принимают. Вообще, неприятие – это главный тренд современности. Бесконечная вражда. Сегодня бы Махат Маганди, наверное, взял в руки пулемет и начал бы всем разносить головы. Вот чем наш век ужасный, темный, худший за всю историю человечества, я оптимист, отличается от предыдущих столетий и времен. Мы сегодня как-то не настроены на диалог. Мы сегодня как-то не готовы слышать ближнего. И поэтому жизнь и давит нас. И поэтому мы не находим счастья. Откуда ты родом предлагает по-другому посмотреть на таких вот людей. Откуда ты родом предлагает иную концепцию восприятия приезжего, в самом широком смысле этого слова, человека, который не находит себя в окружающем мире. Зед несчастлив не из-за того, что он борется со своими корнями. И Зед несчастлив не из-за того, что он не может прижиться на новой земле. Зед несчастлив потому, что он потерян для себя самого. Он никак не может определиться, кто он и что он такое. Зачем он живет? В чем заключено его счастье? Неужели его счастье заключено в том, чтобы иметь под рукой красивую самочку, как говорит один мой знакомый? Или его счастье заключено в здоровье? Или его счастье заключено в крутом лейбле? И при этом, кстати, это не единственная тема, которая очень хорошо проработана в «Откуда ты родом». Есть еще тема «Приемничество». Помните, третье поколение рэперов? Этот жуткий Моргенштерн, который появляется в фильме и который говорит «Я знаю, что я тебе не нравлюсь, но, мужик, я вырос на твоей музыке». Это все тоже нам близко и понятно. И действительно, если мы хотим быть причастными к некой истории, к неким своим корням, тогда как мы можем отрицать новизну и приход новых поколений, которые будут иначе перерабатывать тот пласт, который мы считаем своим родным историческим грунтом. Почему Зед так противится тому оттатуированному Моргенштерну? Почему он не принимает его музыку и считает ее ненастоящим рэпом? Разве это не типичное отношение старших к младшим? И это, кстати, еще одна тема этого фильма, отношение Зеда с родителями, о том, как ему за них стыдно, я об этом уже немного сказал. Так что «Откуда ты родом?» это очень сильное кино, это крепкая кинокартина, видите, богатая на самые разные темы. Это хорошо продуманный и многомерный фильм. Вспомните только эпизод встречи Зеда со своим поклонником, наверное, один из важнейших в фильме. Поклонник невежливо упрекает рэпера в пренебрежении религиозными традициями, из-за чего между ними завязывается драка. Вспомните еще отношение Зеда, о чем я уже сказал, со своим отцом, и удивительную туалетную сцену, финал картины, дарующий надежду и подбадривающий дух. Тема поисков самого себя более чем достойно раскрыта в «Откуда ты родом?» зритель мучается, переживает, копается вместе с Зедом. Такие фильмы безусловно несут в лучшем смысле слова в древнеегипетском воспитательный характер. Может вы не знаете, но древние египтяне обожали литературу воспитания. Их хлебом не корми и пивом не пои, а дай только почитать какой-нибудь папирус, в котором есть наставление. Так что да, в этом смысле «Откуда ты родом» это воспитательное кино, очень интересное и живое. И в фильме также, почему я об этом молчу, хорош даже рэп Зеда, рэп, пробирающий до костей. Это действительно искренние тексты. Ну, не такие же талантливые, как тот текст, который я прочитал в начале подкаста, но да, Риза Ахмед тоже неплох. А вы, кстати, обратили внимание на тот факт, да, что чтение Корана само по себе напоминает чтение рэпа? Не обратили? Так вот, я большой молодец вам подсказываю. Ну и, как это типично для наших подкастов, слоган фильма. И тут ничего оригинального не будет. Тоботек Синг! Тоботек Синг! Тоботек Синг! И не спрашивайте меня, что это значит. Абсолютно не важно, что было такое литературное произведение, написанное, кажется, неким пакистанцем. Это не имеет значения. Очень правильно сказал один критик, что «Откуда ты родом?» это фильм не про болезнь и не про рэп. Это только поводы, как я уже говорил, метафоры, для того, чтобы рассказать вечную историю о поисках самого себя. Так что да, «Откуда ты родом?» это кино, подходящее каждому, потому что каждый из нас, жителей этой земли, продолжает искать себя. Ну и да, лучше поздно, чем никогда. Забыл сказать, что «Откуда ты родом?» стартовал в украинском прокате 18 марта. Правда, из-за того, что в некоторых областях ввели очередной локдаун, господи, это уже четвертый во Львове, после двух локдаунов и карантина выходного дня, это уже четвертый. Я не знаю, как выживают кинотеатры. Особенно тот, в котором я работаю. Ну да ладно, не буду вам плакаться. Короче, если вы уже не имеете возможности посмотреть «Откуда ты родом», может дождитесь окончания локдауна и я уверен, в каком-то кинотеатре, а может и в нескольких, фильм этот покажут еще один раз. Ну, а если нет, тогда, ребята, интернет вам в помощь. Большое спасибо, что слушали. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да.